Везение и удача постоянно присутствуют в моей жизни. Ну, как говорит Алик Болдин в своем знаменитом монологе, я бы пожелал вам удачи, но вы не знаете, что с ней делать. Так вот, к сожалению, в моей жизни был такой момент, когда я не знал, что мне делать с моей удачей. Об одном событии я хочу вам рассказать поподробнее. Жизнь меня свела с очень интересным человеком, с миллионером, настоящим миллионером. Затем, буквально с промежутком нескольких лет, со следующим. И я вам скажу, происходили очень интересные вещи. Когда я начал общаться с первым миллионером, которого я знал достаточно давно, мне показалось, что это такой, знаете, напыщенный индюк, который лезет постоянно с какими-то травоучениями, с каким-то легким хвостовством. В общем, он меня раздражал, скажу вам правду. И я тогда вот за этой всей пеной, так сказать, не разглядел Атлантиды, можно так сказать. И что произошло? Произошло ровно следующее. Как-то он пропал из моей жизни, и мы с ним встретились вновь, после того, как я очень серьезно поработал над собой. И, как говорится, учитель приходит тогда, когда ученик готов. И у меня началась очень интересная жизнь. Я начал снимать видео, я начал рассказывать всем о недвижимости, о туризме в Израиле. И это, пожалуй, был очень яркий момент в моей жизни. И вот сейчас-то продолжается, и я хочу продолжать этим заниматься, но несколько в другом ключе. Так вот, я вам скажу. Недавно я снимал репортаж и обещал вам обязательно рассказать, почему же все-таки нужна записная книжка. Да-да, вот она. Вот такая вот с ручкой записная книжка. Дело в том, что эти люди, эти два миллионера, они знакомы друг с другом. Но за жизнью одного я могу с удовольствием наблюдать, а второй просто живет в Центральной Европе, поэтому мы редко видимся, но и то, когда мы с ним видимся, я очень много всегда подчеркиваю от этих людей. Ибо, напоминаю, что если вы хотите лечить людей, вам надо учиться у врачей. Если вы хотите ремонтировать машины, вам надо учиться у механиков. Если вы хотите стать богатыми, вам нужно учиться у богатых людей. И порой они дают очень непонятные выкладки, но я прошу вас набраться терпения, если у вас есть такие люди, которые уже делают то, что вы бы хотели сделать, или хотя бы приблизительно по этой модели жизни. Я вам категорически советую к этому присмотреться. Так вот, этих двух людей, абсолютно незнакомых с друг другом, живущих в абсолютно разных условиях, занимающихся абсолютно разными делами, объединяет одно отношение к тому, как они разбираются со своими делами и что они делают для того, чтобы разбираться с этими делами. Один из этих способов – записи. Именно этот человек, вот тот самый первый миллионер, я не буду говорить имена, научил меня вести дневник. И вы знаете, я вам скажу правду, я всегда цинично хихикал над людьми, которые для меня казалось как сумасшедшие. Хватают книжку, там что-то начинают писать скрупулезно, знаете, серьезные лица такие. По прошествии некоторого времени я превратился в точно такого же, как на мой тогда взгляд, сумасшедшего, который записывает все эти вещи, по очень простой причине. Значит, не записал, не сделал, не сделал, не записал – это как бы можно переворачивать слова, менять их местами, суть не изменится. Если вы пишете что-то в телефоне, ставите какие-то напоминания, это не срабатывает, это проверено жизненно. У моего друга огромная черная записная книжка, огромная просто, без чисел, без ничего, без дней недели. Он сам всегда писал числа. Когда я познакомился с этим человеком, он катался на стареньком Фиате Уно. Я спросил у него, говорю, послушай, у тебя огромное количество денег, почему ты это делаешь? Он говорит, мне это неинтересно, у меня все это уже было. Дорогие машины, меня это не забавляет, говорит. Мне сейчас интересно, мне азартно, я охотник, и мне интересно, как я буду это делать, что я буду для этого делать и какие я получу результаты. А то, что будет на пути, соответственно, когда я посчитаю нужным вернуться в то самое состояние, которое я уже проходил, потому что мне это сейчас скучно на этом этапе жизни, я в него вернусь. Будут опять дорогие машины, будет то, будет все. Кстати, он сдержал слово, он купил дорогую машину, совсем не так. Вот, и должен сказать, что вот именно этому я научился у этих людей. И, знаете, если банально сказать, да, дела пошли в гору. Мое финансовое положение улучшилось значительно. Я начал просто воспринимать вещи, которые мне говорят. Я начал заниматься анализом. То, что я раньше никогда не делал. И это, в общем-то, мешало мне всегда летел. Знаете, об этом мы поговорим в других видео. Про людей, которые летят не из точки А вне точки Б, а просто летят для факта полета. Это мы с вами еще вернемся к этой теме. Так вот, я вернусь к самому главному. Я это все вам говорю для того, чтобы передать вам свои знания, передать вам свои ощущения простого человека, который так же, как и вы, сейчас сидит, смотрит это видео и думает. Конечно, ему легко говорить. А вы знаете, я тоже так сидел, смотрел много видео. Миллионы просмотров. Терабайты. Терабайты, я говорю. Всяких фильмов, материалов, учебных пособий. Я сидел и говорил, да, конечно, ему легко говорить. Он уже там. Но я никогда не задумывался, что все люди начинают с нуля. Вопрос то, как мы разбираемся с делами. И что мы делаем для того, чтобы разобраться с делами. Спасибо. Спасибо.